Расскажу, как работать на учебной платформе. Сначала мы набираем «Remont School». Если вы уже авторизированы в системе, вы проваливаетесь непосредственно в то место, где ваши тренинги. Вот мы заходим, для примера, в учебный курс для дизайнера интерьера. Мы видим здесь содержимое этого курса. В данном случае здесь у нас 39 уроков на сегодня. Зелененьким отмечены те уроки, которые мы уже прошли. Красненьким – те, которые еще не прошли. Для того, чтобы перейти к следующему уроку, нам нужно выполнить задание предыдущего урока. Что собой представляет один урок? Давайте проверим для интереса. Вот я проваливаюсь в этот урок. Это блок, который касается управления ремонтом, управления проектом. Тема называется «Правильная последовательность ремонтных работ». В этом модуле – это третий урок. Что он собой представляет? Описание урока. Здесь «Видео». Нажимаем, смотрим видео. Следующая большая тема, о которой я хочу поговорить – «Как сберечь и сделано». Смотрим видео урок, читаем, какое задание, выполняем задание. Тут написано «Скачайте здесь задание». Щелкаем. Получаем вот здесь вот задание. Его можно легко скачать. После того, как мы скачали, выполнили задание, мы можем нажать вот на эту кнопочку. Здесь вот «Получить ответ». Тоже его скачать и сравнить со своим результатом. Вот здесь вот ответы. Обычно в конце каждого модуля есть либо задание, либо чек-лист, либо и то, и другое. После того, как мы выполнили задание, мы переходим уже к следующему уроку. Вот, смотрим предыдущий урок, что собой представляет. Предыдущий урок, первый урок этого модуля. И если мы сейчас перейдем вот сюда, это вот окончание предыдущего модуля, второго модуля. Тут тоже вот урок. Добрый день, уважаемые студенты. Продолжаем нашу тему «Перепланировка и замеры помещения». Читаем задание. По итогам этого модуля у нас вот по этой ссылке можно скачать чек-лист для того, чтобы проверить себя или проверить свою бригаду. Но в данном случае мы проверяем себя, как мы правильно делаем замеры помещения, для того, чтобы не ошибаться и не возвращаться второй раз для замеров. Вот чек-лист такой. Ну и так, собственно, везде. Я рекомендую в течение одной недели проходить два модуля. Допустим, первая неделя блок 1 и блок 2. Вторая неделя блок 3. И начинаем уже четвертый блок, тот, что касается авторского надзора и управления ремонтом. Давайте для примера вот это посмотрим. Вот задание. Чтобы получить обратную связь, по своему скрипту отправьте X-текст на электронный адрес. Я даю обратную связь, подсказываю вам, как это сделать лучше. Следующий урок. Скачайте себе для пользования памятку по ведению заключения договора. Тоже видите, есть такая раздатка, очень удобная в работе. Вот так вот построено все обучение.